доброго времени суток с вами данил добро сегодня я вам расскажу и покажу как установить linux mint я буду акцентировать внимание именно на разметке диска все остальные пункты достаточно просты и понятны как запустить загрузочную флешку и создать ее в описании будут ссылки на эти материалы у меня все там есть ну а мы перейдем к установке как вы видите я тут все начал уже размечать все я показываю и все довольно достаточно просто нужно просто уметь читать внимательно и вы навряд ли ошибетесь а вот когда речь заходит о настройке диска то там начинается путаница так как это самый трудный вариант кто-то рекомендует новичкам автоматическую разметку ставить но я рекомендую все-таки создавать вручную так вы лучше поймете что у вас есть и вдруг автоматическая разметка не по мне правильно все разметит такое тоже же может быть так переходим к разметке все делается очень просто мы создаем разделы если у вас там будет один удаленный раздел пустой то вы на нем создаете нажимаете на него и создаете выделяете столько сколько вам нужно мегабайтов или гигабайт я советую выделять на раздел root это такая палочка наклонная палочка это будет раздел у нас root там будет храниться все файловые системы файлы системы то есть сама система по факту а раздел хом который мы создаем после раздела root это будет раздел где хранятся все ваши данные то есть то что вы скачиваете туда и переносите на этот компьютер зачем это нужно так как если вы захотите данный линукс переустановить либо возникнут какие-то проблемы с ним то вы сможете легко его переустановить или заменить на другой совершенно линукс и все ваши данные и файлы сохранятся так как по факту все приложения будут храниться в разделе root а все ваши файлы которые вы скачиваете или сохраните на компьютер или создаете все будут храниться в разделе com почему например windows так не разделяет диск автоматом не совсем понятно так как это очень безопасный способ хранить файлы вот это конечно чисто мое мнение может быть Microsoft считает что лучше когда все на одном диске так надежнее но с другой стороны оптимизация еще при этом страдает так как по идее системные файлы периодически увеличиваются они получается по всему диску размазываются а тут соответственно такого не будет конечно речь идет именно хэхэдэшном диске на ssd такой проблемы я думаю нет после разметки рекомендую записать также еще и пароль также на всякий случай можно сделать скриншот вашей разметки чтобы если что убедиться что вы все сделали правильно потом может быть пригодится если вы вдруг что-то сделаете неправильно вы сможете по скриншоту это потом определить конечно очень трудно ошибиться на мой взгляд только когда у вас очень много разделов но если вы ставите в первый раз линукс разделов у вас будет всего наверно три первый раздел это основной второй раздел windows если у вас он был и соответственно потом у вас должен быть идти как раз неразмеченный раздел на котором вы нажимаете и создаете первый раздел там например 30 гигов там в мегабайтах нужно не 30 а 30 500 примерно так что было где-то около 30 лучше чуть больше будет так даже будет лучше вот и потом создаете раздел home на неразмеченную область нажимаете смотреть что у вас там не появилось каких-то новых еще дополнительных пустых областей все было именно с начала диска не с конца хотя можно и с конца я думаю что лучше наоборот сначала так и после того как вы все это сделали еще раз посмотрите что вы у вас вы наметили так как изменения еще не внесены если он вдруг попросит вас внести уже изменения когда только что ты размечен разметили то отмените данную операцию и продолжать размечать и после уже разметки еще раз все посмотрите точно ли вы не задели какие-то лишние разделы при создании разделов новых и после чего нажимаем установить и когда уже происходит сам сам процесс установки этих разделов как он открывается также когда будете вбивать пароль не забудьте его записать это вам пригодится также я рекомендую в лев режиме протестить систему подключиться к вайфаю и убедиться что компьютер работает хорошо и драйвера подхвачены и после чего можно уже смело ставить систему это будет еще более надежно так как если вдруг какие-то драйвера не подхватить не подхватиться автоматически и все будет совсем плохо идти то смысл такой linux ставить на ваш компьютер значит ваше оборудование конкретно linux не поддерживает к сожалению на этом я заканчиваю свое видео надеюсь вам понравился гайд по установке подписывайтесь на мой канал ставьте лайки также загнуть в описании под видео там много ссылок в том числе и на мои сообщества и группы подписывайтесь до встречи в следующих видео подписывайтесь на мой канал